МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель. В студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Белорусский металлургичный завод за пять месяцев 2017 года повеличил экспорт своей продукции на 40%. Сегодня у Гомеля протягивается первый полезкий урологичный форум. Выстава у техницы «Батык. Гармония колеру» открылась у музея автографа Центральной городской библиотеки имя Герцина. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня с рабочим визитом наведал Хойницкий район. Особливую увагу керавник державы надал пытаниям социально-экономичного развития региона, проведению сельско-господарших работ и нарыхтовки кармал. А кроме этого, Александр Лукашенко, ознайомился с выниками экспериментальной господаршей деянности Полесского державного радиационно-экологичного заповедника и перспективами его дальнейшего развития. Усе подробязности глядите в нашем наступном выпуске новинов. До инших тем, БМЗ за 5 месяцев 2017 года повеличил экспорт своей продукции на 40%. А кроме этого, географию поставок поширили 4 новые краины. У першиню металлопродукция отгружена у Синегал, Маурытанию, Кот, Дивуар и Ганну. Усяго за 5 месяцев обеогучего года покупниками предприемства были компании 46 краин. На экспорт поставлено продукции на сумму более за 375 миллионов долларов, что выше за узровень минулого года на 40%. Сами белорусским компаниям компенсуют частку процентов за корыстание банковскими кредитами. У гэтым списе и два предприемства нашего региона. Пустые площадь былых промысловых гигантов треба активно використовывать для организации предприемства малого бизнеса, заявили у Министерства экономики. Праздникальки дзену Гомеля на аукционные торги выставят с некальки участков под приватную забудовлю. Усе подробязности в экономичном огляде. Так само в выпуску я крыхтую специалистов для эти сферы у ГДУ мя Франциска Скарыны. Интервью с экспертом. Об этом мы не только глядимся в программе «Экономичный огляд». Сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» у 21-20 хвилин. За пошние три годы кошт коммерцийного жилья у Гомеля знизился мально полову. Специалисты тлумажатся гэта як снижением покупницкого попыту сбоку насельництва, так и мирам, які продприемают будовничшие организации по змяншенні невытворших выдатков. Цена и якость нового жилья в материале Олега Сентярова. Други по неку 16-поверховый жилый дом у Гомеля прануются сдать эксплуатацию на проконце этого месяца. За 80 кватер больше 70, так званая коммерцийная, одна пакаёвая можна набыть за 1160 рублёв за квадратный метр, двух и трёх пакаёвая за 850. Гэта на полову-то нечем було годы три тому, пачас максимального попыту на жильё. И хаць таких-то кредытов, як были ранее, ўже практична нема, але знижение цен отбиваецца на рынку становчим чинам. В оселяким разе своих владальников новые кватеры, звычайно знаходзец яшчэ до завершения будовництва. Я бы не сказала, что очень тяжело купить квартиру. Если жильё надо, надо постараться половину своих наличных и половину берём кредит. Знижать цены долей будовники на миру не мають. У речи предприемства повинны працавать с прибыцком и выплачивать своим специалистам годную зарплату. Инша справа, что зменились подоходы. Калейране будовники могли повеличивать термины работы на некольки месяцев с отповедным повеличением кошта жилья. Но теперь такие выпадки уже не региструются, а про этого после модернизации в творчестве домо-будовничьих комбинатов значно повеличилась о якосях материалов таких самих работ. Причем, когда ранее до владальников новых кватер будовники относились практически как до особистых ворогов, за уваг за все, где было шмак, то теперь могут сами запросить их на новую будовлю. Есть технический надзор и есть госстроенадзор. Инспектор приезжает, тоже контролирует. Ну а больше всего это общественный контроль. Инициативные группы, сейчас жильцы приезжают, смотрят свои квартиры, когда делают. Поэтому, можно сказать, по что контроль идет. Сегодня во всех районах Гомеля вызначены перспективные працавки под жильевое будовництво. У тем же советском районе, например, в улице Барыкина и микрорайон «Шведская горка». Ось тут будет ложек, ось тут компьютер и телевизор. Кватеры набытые, можно заниматься доброупродуктованием покоев. Минавито у этого кватера ее владальники меркось засадятся на протягу месяца. Олег Сантеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Представники местовых органов Улады завтра проведут промые телефонные линии. На пытание Жихара у региона откажет старшиня гомельского Аблвыконкама. Уладимир Андреевич Дворник. Номер телефона 75 12 37. Гомельчан, выслухая старшиня гомельского Аблвыконкама, Петр Алексеевич Кирыченко. Звертаться в арта по номеру 75 19 84. Час работы промых линий с 9 до 12 годин. Сегодня у Гомеля протягивается первый полезкий урологичный форум. Его удельниками стали коля 100 человек, урологи, неурологи, урачи агульной практики, хирурги из Беларуси, России, Украины и Грузии. Пляцовкой проведения форуму стал Гомельский медицинский университет. Перед открытием у холи установы пройшла выстава досягнению фармацевтичной промысловости и новых подыходов у лечения урологичных патологий. После программы протягнулася посяжениями науковых секций. В уголе за два дни форума их будет 4, а гушать амаль 40 докладов. Головная мета – обмен практичным опытом и теоретичными ведами. Удельники обмяркуют проблемы и перспективы диагностики, лечение захворыванием, выкористание высоких технологий, формы профилактики и повышение отказности насильства за свое здоровье. Самое большое количество пациентов, которые лечатся в стационаре, это примерно порядка 38%, это пациенты с мочекаменной болезнью. На втором месте – воспалительные заболевания. На третьем месте – доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 11%. Резких колебаний заболеваемости воспалительными, не специфическими воспалительными процессами в каких-то областях нет. Десять годов службы УДАИ и звание лепшего Украине инспектора дорожно-патрульной службы. Высокую планку 33-годовый гамячанин Сергей Бондаренко взял уже в четвертый раз. И хоть все ли это нормативы республиканского конкурса профессийного майстерства супрацовников ДПС не змянились, напал боротьбы, с кожным годом становятся усе горячей. Удел примали команды из всех областей Беларуси, а так само с Российской Федерацией. Серьезную конкуренцию гамячанам склали сборные Гродинской и Минской областей, які в вынеку заняли другое и третье место. Першая ж миновита у наших специалистов. Вишенкой на торте стал и лепший вынек гамячанинского инспектора у особистым залику. Сергей Бондаренко признается, сярод сваяков наглядного прикладу службы УДАИ не было. У своей семьи он первый представник этой профессии. Кажа, я ее выбор был выпадковостью, якая у вынеку подарила яму любимую справу усяго життя. У конкурсе префмайстерства удельничает с первых годов службы. У Скарбонца уже немало узнагород. И на гэтым лепший инспектор ся перешнего года спыняться не сбирается. Паводли я госслов, усе нормативы с поборництва узяты с життя. Тому конкурсное выпрабывание яму доводится проходить кожный день минавито на працованном месте. Ну, выборы не жалею. Сложность заключается в том, что профессия в любом случае сложная. Она сложная тем, что, вы знаете, как стоматологов, так и сотрудников ГАИ мало кто любит. Хотя все, пускай открыто или даже не открыто на душе, понимают, что эта профессия нужна. И без этой профессии никуда не деться. Эти соревнования завершились, и ты уже начинаешь думать о новых соревнованиях, о новых стартах. Причем начинаешь думать не ближе, а уже сейчас начинаешь думать. Поэтому, опять-таки, для поддержания себя в форме, в тонусе и так далее. Выстава у техницы «Батек. Гармония колеру» открылася у музея автографа Центральной городской библиотеки имя Герцина. Гомельский майстр Ирина Суздальцева представила 12 работ, выкананных на баволне и шоуку. Прозристые, стриманные в фарбах иллюстрации, выглядят незвычайно гармонично и разностайно. Майстр, до речи, биолог по профессии, старанно промалевывая детали, створяющие соправданные творы мастерства, шматабличные по колеры и сюжете. И выпадково значный уплыв на творчость мастерства оказали картины китайских майстров. Фарба быцем оживая на тканине, что допомагает Ирине выказывать свой настрой, почути, думки, уражение от новокольного света и природы, головного натхняльника автора. Основой выставы з'являются кветки, багатьяких настроевая присутных на почути легкости и эстетичного задовольнения. Автор выкористовывая разные техники роспису тканины, смешанную технику шибара и холодного батыку, якую все же дает перевагу. Выстава протягнется до 11 лепеня. Самое главное, в росписи пошел какая-то линия. И холодный батик дает возможность именно эту линию очертить и наполнить ее краской. Экэта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomil.by. Далее у эфиры спортивный огляд. С новинами спорту вас познаемить Максим Савин.